Всего в Новгородской области открыто 544 избирательных участков. Почти на половине из них организовано видеонаблюдение. На 42 установлены комплексы обработки бюллетеней. По данным избирательной комиссии Новгородской области, голосование началось в штатном режиме. Участки открылись в 8 утра. Исключением стали два района. В Парфине пять участков приняли первых избирателей в 7 утра. В Хвойненском районе шесть участков открылись уже в 6 часов. Это сделали для того, чтобы проголосовать смогли работники местных предприятий с круглосуточным циклом производства. Из-за порядка 15 организаций принято было решение главой выйти с ходатайством на избирательную комиссию Новгородской области о смещении времени голосования. Что и позволяет сделать нам закон, но не более чем на 2 часа. И поэтому наши участки, 4 участка Хвойная, один участок в селе Песь и один участок в поселке Юбилейный. А это столица региона. Работа членов избирательной комиссии начинается за час до старта голосования в 7 утрам. К открытию все должно быть готово. Опечатаны стационарные и переносные урны. На стенд вынесена вся необходимая информация. Участок для голосования в школе номер 8 оснащен двумя новыми КАИБами. Их исправность тоже надо проверить. Новые КАИБы. Плюс в том, что если вдруг бюллетень не нашего участка, то, соответственно, КАИБ этот бюллетень не возьмет. Вот это новшество. Оно очень удобно. Ровно в 8 утра уже появляются новгородцы, желающие исполнить гражданский долг одним из первых. На этом участке проголосовал мэр Великого Новгорода. Я сейчас поеду тоже по городу, посмотрю, как люди реагируют, потому что, мне кажется, сегодня знаковое событие. Да вообще любые выборы, результаты любых выборов – это барометр. Барометр настроения, барометр погоды в нашем городе, в нашей стране. И, мне кажется, люди делают эту погоду. И это просто святая обязанность каждого человека. Напомним, принять участие в выборах президента страны можно до 20 часов. Спасибо. Спасибо.